По информации официальных источников, в частности Белта, во всех регионах Беларуси ситуация с коронавирусом остается контролируемой. Об этом 9 апреля в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Минске, Витебске и Минской области. При этом пик эпидемии коронавируса в Беларуси прогнозируется в конце апреля-начале мая. Министр подчеркнул, что это новый вирус и сложно сказать, сколько человек к нему восприимчивы. Главная задача на сегодня не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы все нуждающиеся могли получить медицинскую помощь. О ситуации с распространением COVID-19 на Пинчине по данным на пятницу 10 апреля и о готовности учреждений здравоохранения к возможному росту заболеваемости коронавирусом в интервью с главным врачом Пинской центральной поликлиники Игорем Киктенко. Фактов подтверждающихся у жителей города Пинска и Пинского региона подтверждения инфекции COVID-19 нет. Мы понимаем волнение населения города Пинска и Пинского региона в плане развития дальнейших противоэпидемических мероприятий и вообще ситуации с инфекцией COVID-19. Обозначены основные алгоритмы действия медперсонала. И вы видите, как с каждым днем какие-то ограничения в большей степени появляются. Основным из направлений для подготовки своевременной к различному развитию распространения инфекции COVID-19 это перепрофилирование коечного фонда. И у нас определено несколько учреждений для этого. В первую очередь это центральная больница, переделано реанимационное отделение на две части, которое может сейчас себе позволить работать в режиме бокса для размещения пациентов с осложнениями, с пневмониями, с осложнениями дыхательной недостаточностью на 9-10 пациентов. Они сейчас не заняты на данный момент. Все это делается планово, прогнозируемо. По плану перепрофилирования сейчас определенное мероприятие это больница Молотковичи. Это отделение сейчас предназначено для размещения пациентов контакта первого уровня, то есть которые проконтактировали с больным пациентом, но не имеют пока заболеваний. И в данном случае у нас происходит постепенная наполняемость этого отделения. Это, так как у нас является Пинский регион межрайонным уровнем, соответственно сюда могут попасть пациенты и Лунецкого, Столинского, Ивановского, Дорогичинского районов. Вот они там и лежат, а пинчане там есть? Значит, пинчане есть те, которые проконтактировали с Лунецкими пациентами. Вот эти пинчане они у нас есть. Соответственно, пациент, у которого подтверждается COVID-19, он по всем алгоритмам перенаправляется в Брест. В этом плане здравоохранение города подготовлено. Да, еще кожвен-диспансер у нас предусмотрен для этих функций, тоже для пациентов контактов первого уровня. Важно эту эпидемию, назовем ее так, мировую, да, которая пока не звучит, она то, что она в Беларуси имеет место быть, ее важно перенести постепенно, а не одномоментно с крупным подъемом заболеваемости. Потому что есть определенные ресурсы у системы здравоохранения, да, и она не должна перегрузиться одномоментно. Она может справиться со всеми этими объемами, но постепенно. Для этого применяются вот эти карантинные мероприятия для пациентов, имеющих контакт первого, второго уровня. Но очень важно понимание населения, что не надо бежать сразу в больницу. Если вам говорит врач, который имеет на это определенные рекомендации, алгоритмы и так далее, что ваша задача просто быть дома и обеспечить режим самоизоляции, сделайте это. Но сделайте его не просто, я сижу дома, отдыхаю в хорошей компании и контактирую со всеми окружающими. Нет, это нужно просто обеспечить режим самоизоляции. Просто нужно это сделать. И в том числе для пациентов, которые просто заболели, потому что никто не отменял зимний-весенний подъем заболеваемости урии гриппом. И это имеет место быть. Мы тут никуда не денемся. Мы просто в этой ситуации находимся. Поэтому, уважаемые граждане, вы просто понимаете, что ваша помощь заключается в отсутствии паники, в соблюдении режима самоизоляции, при необходимости в своевременном звонке к медработнику и получении консультации, что дальше делать. И помнить одно, что 90% от 80 до 90% заболеваний урии гриппа и COVID-19 в том числе не требует медицинской помощи, а требует всего лишь минимальных мероприятий по снижению температуры и просто пребыванию дома и позволить организму просто перенести эту болезнь. И проходит в легкой степени и не требует медицинской помощи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...